здравствуйте друзья у нас письмо такое на побольше обычного но не сильно немного о себе мне 29 лет родился живу в украине в большом промышленном городе есть жена и дочка один годик с 14 лет работаю обеспечиваю себя сам с тех пор не взял у родителей ни копейки закончил мехмат местного университета на дневном отделении что не помешало работать при этом на трех работах и 20 лет купил себе машину за 10000 долларов а в 22 квартиру в 23 более дорогую машину в 25 еще одну квартиру и еще одну машину уже за 60 тысяч за это время я вырос из простого мальчика на побегушках устанавливал windows до руководителя своей собственно эти компании 25 сотрудников я позволяю себе отдыхать 3-4 раза в год по 1 2 1 2 1 2 недели еще один два раза по 4 недели при этом еще около 30000 долларов остается я купил себе абсолютно все что хотел дачу катер огромное количество всяких гаджетов на первый взгляд кажется что у меня абсолютно счастливая жизнь ведь мало кто может себе позволить такое но не все так просто богатые тоже плачут до 2015 году когда поменялась власть меня и моих многих очень близких партнеров начала очень сильно прессовать это новая власть которая на мой взгляд еще более преступная вплоть до похищений вот пример прошу не публиковать там ссылочка идет я до сих пор боюсь за себя и свою семью никто на работе даже не знает что она у меня есть я тогда понял что нужно что-то менять я решил что жить я должен только сша очевидно что мои навыки и умения не конвертируемы на международном рынке я начал действовать выбрал для себя новое направление стал учиться компьютерные графики сначала в одной из лучших американских онлайн школ анимации 18 месяцев а потом поступил еще в американский университет тоже онлайн для получения степи степени бакалавра по компьютерной графике вся эта учеба обошлась примерно в 100 тысяч долларов осталось учиться еще около 10 месяцев за это время я несколько раз бывал в сша по месяцу примерно жил в разных городах и штатах открыл счет в банке нашел способ как его пополнять и все свои международные траты делаю через этот банк в том числе плачу за учебу уже даже есть файка скор 750 или около того понятное дело это кредитный до понятное дело что с английским все в полном порядке поскольку я постоянно работаю с людьми навык общения управления украинскими работниками также на высоте отдельно я увлекаюсь психологии и многие вещи в себе уже проработал не которые мешали и достались от плохого воспитания я очень целеустремленный человек никогда не останавливаясь на полпути только вот пути эти часто в обход в обход насчет политического убежища рабочие визы и прочих способов легализации в сша я знаком достаточно хорошо благодаря вашему каналу и форму мне точно живу в постоянной боевой готовности ожидания и удары в последнее время даже коллеги стали жрать друг друга им и меня пытают питаться как крысы в бочке без еды хоть я и занимаюсь спортом постоянно пью множество витаминов у меня уже был микроинсульт и пару гипертонических кризов ой господи вы точно должны знать такое состояние когда проще умереть чем продолжать конкретного вопроса у меня нет прошу чтоб вы порассуждали а я для себя скорректирую свое поведение возможно смогу изменить так изменить таки свою жизнь спасибо вам низкий поклон вы правда отец русской миграции в сша вот комплимент в конце получил что тут сказать друзьям грустно что даже в таком бизнесе как вот айтишный например ты не можешь просто так работать при том что ты там ну вроде а что это не строительство день там пентхаузов в даунтауне понимаете это не не нефть не ну ничего такого бандитского то нету сверхприбыли каких-то и так далее ну вот видите как бывает то есть когда у человека есть деньги то уже неважно как он заработал там если можно отжать что-то но я буквально вчера мне кажется тоже так жаловался но не то что жаловался ну так как бы рассказывал о том что вот тоже нас казна поджимает иногда не то чтобы они знаете специально хотели бы кого-то поиметь нет но у них просто правила такие а разговариваешь с ними они смотрят через тебя с насквозь и не они не видят тебя они не видят что ты делаешь они не видят как ты работаешь и там хорошо или плохо это дороги вот видишь здесь там галочка стоит вот 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 сюда положи значит а что именно положить как вы это видите идет вот а поговорить уже и не удается пойти чтобы с ними поговорить это нужно чтобы кто-то вообще с тобой разговаривать стал в общем конечно это близко не не тянет на на то что вот мы слушаем в рассказе молодого человека конечно там там другое там агрессивная среда у нас она нейтральная просто иногда вот так уже так они надоедают со всей своей этой бюрократии там и так далее ой ну ладно значит чего сказать меня больше всего в этом деле беспокоит вот то что у него на здоровье сказывается вот это совершенно никуда не годится потому что никакие деньги не не отбивают этого не купишь потом здоровье то все таки над как-то я бы этим легко сказать надо как-то но я не знаю как но но во всяком случае живите так чтобы здоровье не не повреждалась тем более ребенок маленький что ему сиротой что ли расти за зачем это все нужно есть известная хохмочка как кто это о ком это рассказывали то ну да пусть будет ротшильд вот что или рокфеллер пусть будет ротшильд значит ему приятель который тоже финансист инвестор говорит ты знаешь где сон потерял не могу спать по ночам угла что так вот там инвестиции туда положил сюда положил переживаю там риск определенный тот ему говорит так ты переложив такие места где нет такого риска и спина здоровья тот год да ну ну куда переложи как как переложить куда он опту за sleeping point то есть ну положи так чтобы спать вот чтобы где тебе спать не мешает поэтому я бы вот вашу как бы деятельность вам советовал так перестроить чтобы можно было все-таки спать и здоровье сохранять и как-то как-то вот с этим делом разобраться жалко так вообще я слушал вот это если зачитывал и вникал и подумал вот какие хоть и бенефиты того что вот чек 14 лет сам работает так самостоятельный там мы все вопросы сам решает и такой молодец думаю может а мы вот растим детей в тепличных условиях собственно и нас так растили вот может быть есть какая-то такая правильная фишка в том чтобы чек самостоятельным был там с подросткового возраста ну ладно а что тут вот рассуждать да вот есть человек хорошо зарабатывает у него предприятие он уже как бы очень взрослый бывает 29 лет может там как девчонки особенно ну прям вот как и школьницы я много таких вижу но тут чек совершенно взрослый он как бы и с вопросами миграции дам он понимает где что чего то есть он разобрался он он владеет вопросом значит советовать ему как иммигрировать не надо то есть он понятно он сам раз сам разберется там он поймет или по бизнесу или там политического убежища или я не знаю там что у него вот много способов он на самом деле действительно как сказать квалифицируется по многим направлениям то есть он у него действительно выбор есть например мало у кого из нас есть выбор например по бизнесу там иммигрировать соединенные штаты а он может у него в принципе такая возможность есть поэтому как бы это неплохо плюс вон там в компьютерной графике разбираются и я я не думаю что это то как он может рабочую визу получить например но это то что может ему позволить там получить работу если он ну допустим через политическое убежище получил разрешение на работу да то есть это конечно хорошее направление мы видим что оно ему нравится хотя как интересно она ему нравится он учится и как-то так очень последовательно идет какой-то цели это это очень важно большинство людей даже если у них вот есть какая-то проблема они не в состоянии цели никакой сформулировать из тех людей которые в состоянии цели сформулировать у них нет пути у них плана нет и поэтому никогда ничего не происходит потому что никакого плана нет есть люди которых вроде бы и план есть ну какой-нибудь план но уже не важно там насколько он эффективный но даже какой-нибудь план там типа играть в лотерею в этом ее план выиграть в лотерею но это же надо еще заполнить понимаете то есть надо какое-то действие предпринять в соответствии с этим планом и вот поэтому большинство людей когда с ними разговариваешь им что-то хочется совершенно очевидно что они не в состоянии этого добиться потому что у них либо цель не сформулирована либо плана нет либо они никогда ничего не сделают чтобы этот план реализовать и они вот говорят а вот помогите стал сформулировать как это конечно но но дальше надо сделать и все так что вот в данном случае проще да то есть вот эти три эти три как бы этапа которые необходимы они уже на месте вот есть человек он видит цель он как хочу жить в америке насчет того что он себя видит в америке не в бизнесе а в там график дизайне или что-то было значит какой-то такой работе по найму так так скажем я не помню точно там направление но в работе по найму это может продлиться недолго то есть люди у которых есть бизнес жилка и они как-то вот в этом плане развивались он может поработать годик-два и вынырнуть в каком-нибудь бизнесе в чем самым неожиданным то есть это может быть снова айтишный бизнес в котором он как-то уже привык так находиться это может быть самый неожиданный бизнес даже даже представить себя не могу то есть он поскольку видит уже вот эти оппортюнитесь он видит какие-то ниши которые не заполнены которые можно заполнить он может оценивать там примерно там где деньги есть где денег нет где деньги вроде есть но они того не стоит и так далее и так далее я думаю что вот наш герой довольно быстро вынырнет оказавшись уже в сша вынырнет в каком-нибудь бизнесе может быть конечно и другой вариант например он может в какой-то хорошей конторе быстро продвигаться по административной линии технической административной да то есть он может быть там каким-нибудь менеджером там или директором чего-нибудь связанного с какой-то технической разработкой или там проведением каких-то работ оказанием услуг там и так далее то есть есть такой путь корпоративный для него есть но мое понимание человека испорченного так сказать ведением собственного бизнеса процент состоит в том что это как бы за пределами его контроля как все может себя заставлять там не быть собой но в принципе вот только человек есть если уже несколько лет побыл бизнесе и там крутил вертелы как-то все это организовал 25 человек у него работала у него уже образ мышление такой что для него более естественно быть бизнес хотя я знал людей которые как бы наоборот побыв в бизнесе там плевались ругались мечтали работать по найму и потом работали по найму и довольно высоко поднимались там по карьерной лестнице работая по найму но никогда больше уже не хотели заниматься бизнесом то есть такое тоже я для таких людей тоже видел мое собственно видение вот этого всего то есть соотношение работы по найму и собственного бизнеса такое что у человека есть жизни периоды какие-то вот есть периоды когда его прет и он и он должен что-то делать пойти его не остановить и он делает какой-то бизнес и может быть удачно может быть неудачно это 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 уже на самом деле не так даже важно это важно как форма существования дальше а бывает период такой знаете наступает когда вот ходил бы в офис так и чтобы вот просто отвечал бы за себя или там на какую-то маленькую там командочку там где все контролируется и вот и вот так и спокойненько да и так вот пришел по часам ушел по часам все довольны денежку получил голова не болит такой кайф знаете и вот это вот это ощущение себя предпринимателем или ощущение себя человеком который с удовольствием вот так работает по найму и балдеет от того что не нужно брать на себя всю эту ответственность потому что из-за чего болячки вот эти вот из-за чего он здоровье ухудшается стресс а стресс от чего от ответственность вот вот это состояние да он там говорит вам то должно быть знакомо вот это состояние когда вот уже проще там не жить чем чем дальше вот вот в этом находиться знакома чё ж не знакома ты 60 лет очень знакома и а это стресс если вот на меня посмотреть я не конечно не не имел такого раннего развития вот как как молодой человек то есть я конечно гораздо позже начал взрослеть так так скажем но я же на этом деле и диабет получил у меня не было генетической предрасположенности точнее я когда брал тест генетический в этом диабета был там на двадцатом месте пойти то есть вроде бы я мог прекрасно обойтись своей жизни без диабета тоже но у меня был чудовищный стресс и вот так и вынырнуло в диабете понимаете как говорят есть такая не знаю не анекдот но так как бы такая хохмачка еврейская год господи там спасибо что взял деньгами понимаете пусть когда у тебя здоровье возьмут хуже будет или там не дай бог что-то там с близкими и тогда поэтому если бы только деньгами это проще было бы отделаться но да так вот это состояние вот сегодня ты чувствуешь себя предпринимателем я не имею ввиду что в понедельник предприниматель во вторник не уверен а в среду я бы по найму работа это нет не так конечно я я имею ввиду более продолжительные отрезки времени но я видел людей у которых вот так она нахлынувает вот сначала туда потом сюда у меня тоже так бывало когда я приехал в сша у меня было ну конечно не 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 солидное предприятие но я как-то был сам по себе вот такой self-employed и в москве еще и там какие-то курсы организовал там еще что-то и и в общем-то зарабатывал хорошо и начальник у меня не было вот но как сказать это тоже тяжело было там там все так было сделано что через не знаю ночью через стресс через кризис через черт знает что вот и когда я сюда приехал я с таким удовольствием работал по найму у меня никаких мыслей вообще не было бизнеса какие-то дела я собственно и в москве не рвался но просто невозможно иногда бывает тебе хочется что-то сделать такой привычной формы нет но вот ты не можешь куда-то пойти заняться на работу и заниматься тем что ты хочешь заниматься и получается что ты как бы вынужден брать на себя и вот как бы помимо содержания работы самой ты должен заниматься как бы административной частью этого же а иначе вот занимаюсь непонятно чем непонятно где и вот вот так так получается вот и когда мы в сша приехали нет совершенно в мыслях не было в мыслях не было какие-то бизнеса дел но когда в тебе это сидит где-то там сидит глубоко ты даже может и не осознаешь ты даже думаешь боже как хорошо работать по найму пришел ушел деньги получил значит тебя совершенно не волнует откуда деньги у людей которые тебя платят да откуда у них деньги платить мне зарплату какое дело заплатили зарплату если денег нет компания закрылась нашел другую о мечта вот ну и дальше опять а дальше вот эта школа получилась я сначала же не не уходил с работы я так можно сказать почти на волонтерских началах я я денег-то год не видел вообще с этого всего ну то есть там зарабатывалось что-то по мелочи но они что-то платили там вперед вот ну так нас на операции ну там 500 долларов потом там 1000 долларов а дальше остальные там три они потом в течение первого года работы если работу нашел они потом потихонечку выплачивают я там не видел этих денег вообще работал на работе все потом пошла какая-то денежка потом пошла какая-то известность потом пошел какой-то бизнес и и стал момент когда уже просто невозможно делать и то и другое ну а у меня душа как бы было вот как бы на школьном фронте потому что там люди они жизнь меняется понимаете вы можете там тестировать софтворы но вы не видите людей которые от этого балдеют или счастливые стали давайте вот вся их жизнь переменилась кардинально от того что вы тестировали там какой-то софт а тут вот раз и ты и ты понимаешь что это самореализация ты живешь этим ты горишь и так далее понеслось плюс диабет конечно так что да потому что горишь горишь но в этом есть цена некоторые я я даже не говорю о том что я когда уже ушел с работы и стал фуллтайм заниматься школой я в деньгах еще потерял сильно раньше у меня была школа и зарплата это было примерно как две зарплаты а тут осталось только одна зарплата и вот пойти как но вы знаете что прошло уже 20 лет как я с работы ушел это был девяносто шестой год в конце я боюсь собрать но по-моему это было в конце девяносто шестого года а может быть 95 где-то вот так 20 лет назад 20 лет назад ушел я с работы и и мне не скажу что каждый день но иногда снятся какие-то сны тяжелые не кошмары не дай бог но тяжелые какие-то переживания там в этих снах что вот я где-то работаю а у меня какой-то бизнес на стороне и я работе этой не додаю и люди на меня смотрят косо и что-то такое причем этого не было никогда на меня никто никогда косо не смотрел наоборот я всегда такой был общительные веселые задорные там и со всеми там лучший друг на ну вот переживания какие-то я внутри себя переживал что я из-за бизнеса не до не даю работе из-за работы не даю бизнес вот меня было такое переживание когда я делал это и другое и вот 20 лет спустя она где-то из меня там начинает выходить и примерно один и тот же сон примерно один и тот же но там может быть какие-то разные там я я тоже их не записываете сны там не коллекционирую но вот это ощущение того что ты что-то не додал где-то кому-то ой вот это оттуда идет я думаю так я не знаю я не психолог там слов не анализирую но просто такая история поэтому возвращаясь к молодому человеку раз мы так рассуждаем по теме я хочу сказать что как бы нет нет никаких сомнений что у него все получится с точки зрения приезда в сша легализации получение там права на работу и так далее но мне больше вот кажется что он вынырнет через достаточно непродолжительное время он вынырнет где-то в в какой-то такой коммерческой деятельности или или если он захочет и так у него пойдет хорошо он может в корпоративном мире как-то продвигаться вот и единственно что я хочу сказать что конечно таких кошмаров как вот сегодня с ним происходит здесь нет если только там может наркотиками кто торгует так вот такой бизнес вот поэтому если вот этим не заниматься до таких кошмаров здесь нет но ты привыкаешь к стране в которой живешь ты привыкаешь к более низкому уровню стресса и вот передаешь перестаешь радоваться просто тому что нет вот чего-то что допустим раньше было хочешь радоваться тому что вот хотелось бы видеть эти а ожидания у тебя уже такие как бы нормального общества вот это же свой стресс это же не все получается это же там тебя с разных сторон жмут где конкуренция где технологии где рынок уходит знаете вроде был рынок ты пришел и вроде только встал а у нас и ушел и так бывает у нас вот на глазах столько бизнесов исчезло вот эти рентовки там видео просветающий бизнес было мы когда приехали там 26 27 лет назад на каждом углу были рентовки видео сейчас нет нету видео потом они вместо видео там значит надо значит сиди там дивиди нету ну вот куда-то они все вот рода большие конторы были громадные сетевые были конторы вот вот эти вот рентовки там с боже мой там много миллионными оборотами нету так что да ну ну конечно вот эта вот криминогенная обстановка в бизнесе это это конечно здесь отсутствует поэтому проще нам намного проще парню будет здесь встать на ноги раскрутиться и так далее и я думаю что он к этому придет так что давайте мы попрощаемся все я пойду на работу вот да и вам тоже есть чем заняться счастливо